В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. У Серика Сапиева родилась третья дочь. Полицейские объединились с творческой интеллигенцией в борьбе с наркоманией. Внимание! Купальный сезон 2014 начался. Работники областного суда конфузились, внеся в базу данных вместо определения о переносе дня слушания дела резолютивную часть постановления по этому же делу. В итоге получилось, что приговор был вынесен до рассмотрения в судебном порядке дела. По этому поводу председатель карагандинского областного суда Ермик Серегбаев провел брифинг для представителей средств массовой информации. Конфуз случился вокруг гражданского разбирательства по иску гражданина Жумагалеева к Стрельцову о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда. Абайский районный суд удовлетворил исковое требование Жумагалеева. Суд обязал Стрельцова выплатить истцу 1 тенге за моральный ущерб, лично извиниться и объявить о несоответствии действительности распространяемых им сведений. Господин Стрельцов в абелляционном порядке обжаловал решение суда. Дело поступило судье абелляционной судебной коллеги по гражданским и административным делам Игорю Пугаеву. Вот после этого и произошел казус. В базе данных появилось решение суда до рассмотрения дела. По данному факту он обратился с соответствующим заявлением о самоотводе, ввиду того, что появились обстоятельства, которые могут свидетельствовать и сомневаться в его уже беспристрастности. Данное заявление вчера было рассмотрено апелляционной коллегой, имеется в виду другим судьей, и данный самоотвод был удовлетворен. По результатам служебной проверки в комиссию судейской этики внесено представление о даче оценки и привлечении к ответственности судьи Пугаева. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Никита Миткин, Первый, Карагандинский. 4 июня три развлекательных заведения загорелись на улице воинов-интернационалистов. Вначале предположили, что пожар начался в Кальяной Геноцвале. Потом огонь перебрался на соседние кафе и пельменную. Огнеборцы старались, чтобы пламя не перекинулось на жилые дома. В самый пик сражения с огнем к ним подбежала девушка и сообщила, что в боксе рядом с огнем хранятся газовые баллоны. Напряжение при тушении пожара нарастало с каждой минуты. Но пожарные не уступали стихии и не допустили возгорания жилого дома. До газовых баллонов огонь тоже не добрался. Сегодня комиссия делает выводы о причинах возгорания. 4 июня три развлекательных заведения загорелись на улице воинов-интернационалистов. Вначале предположили, что пожар начался в Кальянной Геноцвале. Потом огонь перебрался на соседнее кафе и пельменную. Огнеборцы старались, чтобы пламя не перекинулось на жилые дома. В самый пик сражения с огнем к ним подбежала девушка и сообщила, что в расположенном рядом боксе хранятся газовые баллоны. Напряжение при тушении пожара нарастало с каждой минутой. Но пожарные не уступали огню и не допустили возгорания жилого дома. До газовых баллонов огонь тоже не добрался. Сегодня комиссия делает выводы о причинах возгорания. Пожар первоначально возник в кафе «Голд Калин Тихаус». И затем по горючим материалам перекинулся в смежные помещения, в смежные кафе. Учитывая все данные специальных приборов, учитывая характер возникновения и развития пожара, наши специалисты пришли к выводу, что причиной пожара послужило тепловое воздействие открытого источника зажигания. То есть это могла быть свеча оставленная без присмотра, это могли быть зажженные угли для приготовления кальяной смеси и так далее. Сейчас материалы по пожару переданы в органы внутренних дел для проведения дальнейшего следствия. В Карагандинской академии МВД прошла республиканская конференция по обсуждению проекта нового административного кодекса Республики Казахстан. Проект направлен на существенное реформирование административного законодательства, исключение норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, более четкому определению административных правонарушений, определению полномочий государственных органов по наложению административных взысканий. Согласно проекту кодекса, административное законодательство будет реформировано путем гуманизации, снижения нагрузки на суды. В этой связи предусмотрена компетенция судов и должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. Проекта нового административного кодекса, и в частности отметить, что административное законодательство в прошлом и в настоящем времени включалась совокупность всех нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность исполнительно-распорядительных административных органов. На сегодняшний день на Республике Казахстан, к сожалению, мы можем констатировать наличие серьезных недостатков и пробелов в административно-процессуальном законодательстве. К подведомственности уполномоченных государственных органов отнесены дела об административных правонарушениях, за совершение которых предусматривается административное взыскание в виде штрафа, за исключением некоторых статей. Где с административного кодекса ряд статей перешли в уголовный кодекс, в разряд административных правонарушений. И на сегодняшней конференции рассматриваются именно те новеллы, которые будут применяться в практической деятельности. Административный кодекс – самое динамично развивающееся законодательство. И приведение его норм в соответствии с Конституцией и правовой политикой страны диктуется временем. Сергей Высокозов, Лариса Хусаинова, Айдын Джакан, Никита Миткин, Первый Карагандийский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет. Эконом-серия профиль «Галдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это Ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галдер» – морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Фермеры Карагандинской области активно развивают мясное животноводство. Этому помогает проект развития экспортного потенциала мяса крупнорогатого скота. Животноводы области начинают закупать племенных быков-производителей. До 400 тонн высококачественной говядины планируют экспортировать животноводы области в этом году. Фермеры Карагандинской области в рамках проекта развития экспортного потенциала мяса крупнорогатого скота приобрели в ТО «Казбиф ЛТД» по специальной льготной программе ТО «Казмид» 50 голов племенных быков-производителей. Это высокопроизводительные быки пород «Ангус» и «Герефорд». Будут участвовать в породном преобразовании стада в девяти хозяйствах Актагайского, Бухаржираусского, Нуринского и Ишетского районов. Карагандинская область имеет самый высокий показатель в стране по селекционно-племенной работе в товарном стаде – крупнорогатого скота мясного направления. Доля участия маточного поголовья в породном преобразовании в области составляет 25,6%, при среднереспубликанском – 16%. Область также лидирует в реализации основного блока проекта «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота» программы «Сыбыга», направленного на создание и развитие продуктивного стада. Всего за 2011-2014 годы по программе «Сыбага» хозяйствами региона закуплено 20 тысяч голов крупного рогатого скота. На территории Карагандинской области насчитывается более 400 водоемов и около 1000 рек. Но везде ли можно купаться? Несмотря на прохладную погоду, воднокупальный сезон считается открытым с 1 июня. Начинается основная работа у водно-спасательных служб области. Теме спасения на водах был посвящен брифинг, который провели специалисты водно-спасательной службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Шесть спасательных станций и четыре поисковые группы находятся в постоянной готовности и дислоцируются на побережьях Федоровского, Самаркандского, Шаруба-Инуринского, Кенгирского водохранилищ, на озерах Балхаш и Айнаколь. Их личный состав насчитывает 94 человека. «В летний период на территории постоянно действуют пришкольные лагеря. Помимо пришкольных лагерей есть еще зона отдыха, которую обеспечиваем полностью водно-спасательной службой совместно с сотрудниками Департамента, проводим патрулирование, рейды различного характера». Традиционно небрежное отношение к правилам поведения на воде уже привели к трагедии. За истекший период 2014 года зарегистрировано пять случаев гибели людей на воде. Анализ показывает, что в большинстве случаев люди тонут на неохраняемых территориях. Причины гибели на водах всегда одни и те же. Детей оставляют без надлежащего надзора со стороны взрослых, нетрезвыми идут купаться, незнание местности и полное игнорирование правил поведения на воде. Будьте бдительны. Купальный сезон начался. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, 1-й Карагандинский. Управление по борьбе с наркобизнесом ДВД Карагандинской области совместно с Казахским драматическим театром имени Сакену Сифулина в преддверии Международного дня борьбы с наркоманией показали спектакль под названием «Жилонкорт» «Червоточина», который повествует как о жизни наркоманов, так и о проблемах, с которыми сталкиваются родные и близкие наркозависимых. В Казахском драматическом театре имени Сакена Сифулина собрали школьников из общеобразовательных учебных заведений и несовершеннолетних, состоящих на учетах органов внутренних дел и из неблагополучных семей. С помощью искусства актер театра и полицейские хотят приобщить молодое поколение страны к здоровому образу жизни и показать им все проблемы, которые приносит в жизнь наркомания. Спектакль создан по сценарию Отена Ахметова, режиссер Айбек Крыгбаев. В постановке заняты лучшие артисты театра, например, Гульнар Базарбаева, Досан и другие. «Наркотики – это большая трагедия не только нашего, но и мирового сообщества. Мы должны бороться с этим ядом ради будущего детей. И мы, люди культуры, вместе с полицейскими стоим на одной стороне порядка». На сцене актеры показывают, как происходит ломка наркомана, не принявшего очередную дозу. Тут и выступающий на лбу пот, голосастого света и жуткий страх смерти, который загоняет его в тупик. Выходом из проблемы для многих наркоманов по задумке сценариста становится религия, а также любовь и забота родных и близких, которые не меньше страдают от страшной зависимости своих детей, братьев, мужей, сестер, жен. Спектакль в театре планируют показать всем карагандинцам, но особый убор хотят сделать именно на молодое поколение казахстанцев, которым еще предстоит строить и развивать нашу страну. Обладатель золотой медали Лондонской Олимпиады 2012 года Серик Сапиев в третий раз стал отцом. Жена родила боксеру дочь. Съемочная группа встретила жену чемпиона с родильного дома. Цветы, подарки, теплые поздравления в адрес Серика и Мульдар Сапиевых. Все поздравляли семью чемпиона с рождением ребенка. Имя девочки пока неизвестно. Напомним, старшую дочь чемпиона зовут Ахко. Вторую – Алуа. Младшую тоже планируют назвать на букву «А». Всем большое спасибо, кто пришел, кто поддержал. Мы, как обычная казахстанская семья, выполняем демографические задачи нашего президента. Поэтому мы счастливы. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Третья дочь боксера появилась на свет ростом 52 сантиметра, весом 4 килограмма 300 грамм. Жена чемпиона поделилась своим счастьем. Очень счастлива. Надеемся. Теперь за сыном придем. Раньше всех приехал отец Серика. Встретил невестку с внучкой и поздравил сына. Аллах подарил нам внучку. Мы с матерью, с бабушкой, короче, очень рады. Пока же жена и дети Сапиева будут жить с родителями в городе Абая. Как закончится учеба Серика Сапиева за рубежом, семья переедет в Астану. Счастливый папа заявил, что останавливаться на достигнутом, как и в спорте, не собирается. Хочет много детей. Жезер Абдреимов, Олжас Гопазов, Ернур Жумар, 1-й Карагандинский. И в заключении информации для автомобилистов и жителей Караганды. В связи с проведением среднего ремонта с 13 по 25 июня будет перекрыт участок дороги на проспекте Нуркена-Абдирова от Бухар-Жирау до улицы Ерубаева. И с 13 июня по 20 июля участок дороги по улице Ерубаева от проспекта Нуркена-Абдирова до улицы Алиханова тоже будет перекрыт. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Аман-Зау Былымздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова